Неинтересно, все равно с точки зрения питания это же бессмысленно, так же ж? Ну там много микроэлементов. Ну так можно же, допустим, сразу купить, не знаю, пакет этих чищенных семечек. Я раньше так работал. Взять, допустим, в ладонь, закинуть в рот одну ладонь, вторую ладонь, третью, и за пять минут этот пакет ликвидировать. И тогда, ну, в действительности, как бы, процесс питания. А так, по чуть-чуть вот это кидание, это, ну, отвлекает. Лучше это редуцировать и изучать Аон Ар Аси. А, кстати, руки можно, чтобы они к семечкам не тянулись, или ещё к чему-нибудь. Их можно занять чётками. И даже нужно занять чётками. А на чётках необходимо повторять Манкараю. А для того, чтобы повторять Манкараю, необходимо развивать осознанность. Я, кстати, очень извиняюсь, потому что вот и вам двоим, и людям в интернете, я многократно говорил, что да, вот в Ведах написано, что самое главное – это повторение Манкарая, и повторение, ну, это и в поучениях сагаста написано, так и везде. Однако, здесь есть важный нюанс, что, допустим, когда Раян Правеслав объяснял мне, что такое Манкарая, он объяснял правильно, вот как оно и имеется в виду в рахманской традиции, что это процесс направления сознания Кра. А большинство нынешних людей, когда им объясняют, что такое Манкарая, они ведут параллель к индусским мантрам, к кришнаизму, и думают, что Манкарая, или даже к христианским молитвам, и думают, что Манкарая – это просто повторение звука, повторение в плане звукового произношения, как повторение. А здесь имеется в виду повторение, как повторение осмысления, переосмысления, перепродумывания, вспоминания, осознания, переосознания, вытягивания дополнительных граней из присутствующих знаний о Всевышнем. То есть при повторении Сау мы сразу должны осознавать все огненные творящие аспекты Всевышнего. При повторении Ра мы должны понимать Его как в центре мироздания, так в каждом атоме, так в духовном мире, как источника всех искр, так понимать, что от Его имени Ра произошло слово «радость», «рассвет» и много других слов. Все слова, которые мы знаем, «Украина», понимать соотношение этих слов, взаимодействие, и дальше понимать, почему именно так, почему «саура», причём здесь «сварах», причём здесь «световитх», причём здесь «сурья», «вышний» во всех значениях этого слова, «на вершине Аллатара», «выше которого нет никого» и так далее и тому подобное. Мы всё это должны осознавать и осмыслять. И переосмысление всех знаний о Всевышнем – это и является, собственно, повторением Анкарая. А для этого сознание должно быть направлено, и внимание должно быть собрано на том, на чём нужно. А для этого внимание должно быть собрано. А для этого процесс поиска инопланетных окурков должен быть установлен, и телепортирующихся свечей. А что, свечи? Ну, это я Датаяру напоминаю о том, что мы как-то с ним говорили. Ну, когда я давал Датаяру и Караславу данные о мантре «пречистой свечи», я у Датаяра спросил, как он думает, какое событие у меня недавно случилось, связанное со свечами. И Датаяр говорит, ну что, наверное, свечи телепортировались. Не так было сказано. Ну, уточни тогда. Да, неважно. Не, ну почему, уточни. Ну, что, кто-то... А я уже сам не говорю, да, материализовал эти свечки. Ну, это ты сказал, да. Однако я не спрашиваю, материализовал их кто-то. Я не понимаю, с чего это взялось. Лежались свечи. И я говорю, что у меня интересного с ними связанное случилось. Ну, и сталося, что это было бы интересно. Я и сказал, что вот так. Но, однако, с какой стати, как правило, в повседневной жизни таких экстраординарных явлений не происходит. Ну, так они и не цикави. Нет, как раз именно они интересны. Как раз именно разбирать аспекты того, почему твое сознание глючит, и сознание других людей, это намного интереснее, чем если бы свечки мне тут на каждом шагу телепортировались. Это было вообще не интересно. Ну, так ты чего, отца? Ты спросил, что интересно. Мне кажется, что это было бы интересно. Поэтому я и высловил такое предупреждение, понимая, что, в принципе, ну, будь-як из других предупреждений настолько вероятно, как и все. Не согласен. Это менее вероятно. И как-то все-таки... Ну, доброе, но из интересных мне лично, оно наибольшь вероятно. Значит, тогда нужно проапгрейти твои понятия интересности. А какими они должны? Интересность — то, что помогает развивать сознание. Все, что помогает развивать сознание, интересно. Хиба розгляд богатех вариантов, можливостей розвитку поди, не е розвитком сидоса? Смотря каких вариантов. Когда у тебя есть неизученная Аум-Ар-Асия, ты фантазируешь о телепортации свечей, это совсем неинтересно. Вот если, допустим, на основании знаний Аум-Ар-Асии гипотезировать, какими могли быть версии Аум-Ар-Асии в таком племени, в другом племени, в том народе, в этом народе, в том культе, в той династии, в том народном союзе, в том государстве. Причём ты мог бы как? С одной стороны, пользоваться ведическими данными, где список Аум-Ар-Асии, которые использовал союз люточей такого-то столетия. И видишь, там столько-то знаков. Потом мог бы читать из официальных источников, а что в официальных западных источниках известно о люточах тех времён. И пытаться понять, построить все вот эти образные соотношения, каким путём данное строение основной письменности, основной разновидности Аум-Ар-Асии, которую они использовали, соотносится с теми особенностями сознания, которые у них были. Как это соотносится с языком, с особенностями языка, с особенностями произношения, с особенностями расширения или сокращения слов, которые они использовали. То есть есть то, что осмыслить в действительности нужно, так же ж? А с другой стороны можно сесть и медитировать, а какого цвета блохи у какой-то неведомой зверюшки на 45-й планете 30-й галактики, где-то там, так же ж? И зачем та зверюшка, зачем ее блохи? Ну, это та частина досвиду, в любом случае, яку я отримаю за это життя, и в конце концов все же искры будут, ну, как бы обмениваться с этим всем досвидом. Опять двойственность, опять неправильное понимание концепции иллюзорности, в ведах объясняется, что с одной стороны, да, мы должны понимать, что все вокруг иллюзорно, но мы в этой иллюзорности воплотились и имеем определенное понятие, которое называется дхарма. То есть, предписанные обязанности. И мы должны эти предписанные обязанности неукоснительно исполнять. И все, что нам должно быть интересно, важно, это то, что входит в понятие дхарма. Все, что не входит в понятие дхарма, оно не надо, оно, можем считать, что этого вообще нету, как бы оно не... Так я штуки не созрозуми, как твоя дхарма. Просто взять и понять. Смотри, ты воплощен на Украине, так? Или как? Воплощен на Украине. Значит, должен заниматься возрождением Украины. Так или как? Так. Вот. Для возрождения Украины что необходимо? Поднятия ремня усведомленность Украины. Для поднятия уровня осознанности необходимо в первую очередь свой уровень поднять до той степени, до которой это максимально возможно. Ну, хотя даже можно не до той степени, до которой максимально возможно. Можно поднять всего лишь на несколько показателей относительно общего уровня, чтобы быть ближе к общей массе, так сказать, и не отрываться от них на слишком большие отрывы. Тогда им даже будет более заметно, что ты выше их, потому что, как бы, образно говоря, будут видеть твои пятки над своими головами. Но, если слишком высоко подняться, они уже могут не замечать, высоко или невысоко. Однако, всё равно это нужно развиться лучше, чем они. Кроме того, для развития Украины, для сохранения ведических знаний, необходимо переводить ведические тексты. Переводить ведические тексты необходимо, во-первых, для того, чтобы осуществлялась проповедь, ну, чтобы было что проповедовать. Во-вторых, для того, чтобы помогать людям. Вот, к примеру, в ведах есть куча текстов, где описано, как лечить, как то, как всё. И, возможно, есть тексты, используя наставления которых, можно было бы легче, чем трение пальцев, излечить твои вопросы с ушами. Но проблема в том, что я эти тексты не читал, а перечитывать все эти тексты можно несколько месяцев, и в результате не найти того, что надо. Потому что оно может быть в ещё каком-то тексте. Поэтому все ведические тексты должны быть переведены. Для того, чтобы их можно было изучать, они должны быть систематизированы. Они должны быть сведены до такого программного состояния, чтобы была некая электронная библиотека, и там можно было проводить поиск по словам, поиск по датам, поиск по понятиям, поиск по областям знаний и так далее. Чтобы человек, даже если он не знает, что такое Дхарма, но хочет быть счастливым, вводит вопрос, как быть счастливым. Ему выходит целая огромная статья, где описано, что такое Дхарма и как ей следовать. А дальше, чтобы исследовать Дхарме, выходят ссылки на статьи по девяти основам и так дальше. То есть все эти тексты нужно создать. Для того, чтобы их создать, их нужно перевести с древних текстов. Для того, чтобы переводить древние тексты, нужно знать язык. Поэтому ничего важнее Аум-Ар-Асии нет. Так же, Ширикак? Да, но получается, что есть еще быт и есть еще... Ну, быт, ну, к примеру, можно же этот быт постараться максимально ужать. Ну да. До того, чтобы... Ну вот сейчас тебе мешает не только быт, а еще какие-то непонятные штуки. Ну и их я тоже пытаюсь... Ну вот эти семочки. Вот вместо этих семочек четкие, они принесли бы больше пользы. Так же, Ширикак? Ну не знаю, просто четко мне ходить что-то... Повторять манкарай, что это, плохо или что? Ну так почему бы не делать? Вот даже та же самая Ольга, которую я многократно критиковал, я очень рад, что она даже когда выходит на улицу, несмотря на то, что у нее есть суицидальные мысли и куча всякой заразы в голове, но она часто повторяет манкарай, у нее в кармане четкие, у нее часто в руках четкие. И как бы там ни было, все равно она развивается. Все равно даже с вот этой своей суицидальной глючатиной, ну может ее, допустим, не пустят в духовный мир, но по крайней мере чуть выше возьмут.